отскок в плюс последующий рост и выход из сегодняшней ситуации неизбежен всем привет вы на канале крипто комната сегодня мы как всегда посмотрим что с рынком разберем текущую ситуацию ну поехали если вам нравится крипто контент ставьте лайк подписывайтесь на канал жмите на колокольчик чтобы не пропускать следующее видео и так что у нас сегодня с рынком большинство монет в зеленой зоне xs пампит на 130 процентов за неделю дэш на 21 флоу на 30 тел на 68 но все видите сами сепи на 34 асепи кстати развернулся интересный расклад по сепи что он очень долго долго падал но не забываем что на преселе его покупали по доллару а сейчас он стоит как он сейчас стоит 43 доллара короче говоря возможно еще рановато его покупать вот что можно сказать эфир классик хорошо возвращается обратно в топ-10 походу где ему и место и вспомните он еще недавно валялся рядом с дэшем поэтому не финансовый конечно совет дисклеймер но на дэш тоже посмотрите он сейчас очень сильно недооценен так же как easy кэш в принципе о котором вы просите меня посмотреть сейчас на него взглянем но easy кэш в отличие от дэша у него все-таки меньше реального применения не забывайте об этом он по сути только на биржах и в кошельках торгуется а дэш все-таки используется как валюта лайткоин тоже давайте сегодня глянем потому что давно его не смотрели в общем погнали графиком посмотрим что же мы там видим начнем давать из графика доминации смотрите очень интересно сейчас происходит development у нас с вами многолетняя здесь двойное дно рисуется если это так то альт сезону не бывать потому что смотрите доминация отскакивает уверенно другой стороны в этом огромном двойном дне еще у нас были такие маленькие w то есть сейчас может быть еще такое w даже если доминация наверх и альткоин к биткоину вниз что это значит да кто не понимает что такое доминация доминация это соотношение альткоинов к биткоину то есть вот здесь когда она была высокой 96 процентов а значит 96 процентов было в битке а потом она на прошлом это 17-18 год она падала с 98 до 35 процентов но потом наделся медвежий рынок и доминация снова отросла то есть в bitcoin обратно из альткоина все переливали и что мы видим что смотрите с одной стороны до альт сезон то есть когда мы видим вот такой сильный дамп доминации это у нас с вами был альт сезон и многие альты дали по нескольку иксов к биткоину то есть если вы просто держали свой bitcoin в этих альтах вы бы заработали несколько биткоинов что собственно ваш покорный слуга сделал и я надеюсь многие из вас тоже но если мы посмотрим на предыдущий альт сезон мы видим что были дампы потом отскоки снова дампы снова сильные отскоки и снова дампы и в этом альт сезоне посмотрите еще не было даже ни одного сильного отскока то есть что на самом деле жду я что никакой это не двойное дно а мы сейчас в отскоке и пойдем еще в более сильный дамп потому что монет сейчас гораздо больше ликвидности в них заблокировано больше и альт сезон еще вряд ли закончился опять же по индексу альт сезона мы видим с вами да все ссылки если что в описании на индекс альт сезона на все остальное мы видим с вами что сейчас мы не в альтсезоне. Вот у нас написано No. Это не альтсезон. Но если вы отдалитесь не на год, а на все время, то вы увидите, что в предыдущем альтсезоне в 2017 году мы тоже не находились постоянно наверху. Мы как раз летом и осенью мы падали вниз, то есть биток очень сильно рос. В начале 2017 года альты сильно росли, потом биток летом осенью накачали. И потом опять альты сильно росли уже к зиме. То есть сейчас, смотрите, мы рисуем очень похожую вещь. Вот у нас с вами мы упали уже вниз. То есть в какой-то момент мы сейчас вот здесь биток, возможно, сильно запампят. И потом мы улетим снова наверх в альтсезон. То есть краткосрочно сейчас, возможно, лучше сидеть в битке. Потому что смотрите, давайте посмотрим. Биток. И вот у меня биток на бирже Femex стоит лонг. Прекрасный лонг. Практически с нижней границы я взял. Но не с самой нижней, конечно, не отсюда я зашел. Но я потом еще немножко добавлял. Поэтому у меня цена входа 30 831. И вот биток поднялся уже на 4000. Цена ликвидации 22 500. То есть это кросс-плечо с небольшим риском. И вот профит уже, он рисует 1000%. Но на самом деле это 1000% это если бы я рисковал в максимальном плече. То есть если я сейчас переведу в 100 плечо, то это будет 1000% на мою маржу, которую я рискую. Но я так не торгую. Так у меня цена ликвидации станет очень близко, если я так сделаю. Скажем, у меня вход на 3800, а цена ликвидации станет на 3600. Поэтому я так не делаю. Я по чуть-чуть закрываю, забираю по НЛ. Сейчас еще фандинг такой, что платят лангистам. То есть в принципе по чуть-чуть идем. Вот мои все ведра на разгрузку. И по битку смотрите, что сейчас может быть. Да, мы видим в моменте, конечно, какое-то покраснение. Но мы здесь видели и здесь, и здесь такие покраснения. Я пока на это не ведусь. Даже если этого барта сдует, я там, наверное, еще доберу. Но суть в чем? Когда биток сейчас реально зато замунет по моим ведрам, а он обязательно это сделает. Вот так вот. Вот в этот момент я думаю, что доминация может дампануться. Поэтому что еще могу вам сказать, что на замечательной бирже Femix вы можете торговать не только битком и всеми этими альткоинами, но также вы можете здесь торговать золотом, как вариант. Имея в обеспечении USD-тишечку, вы можете вот сегодня воскресенье, в понедельник гэпом откроется золото, скорее всего. И вы можете здесь торговать золотом, потому что оно менее волатильно. Этим Femix и уникально на самом деле отличается от многих бирж того же Binance и Bybit, потому что здесь есть золотые контракты. Плюс тут есть функция Subaccount и функция Bracket Orders. Очень полезная функция, где вы можете работать маркетмейкером. Прямо внутри своего лонга, открывать шорты, всякое такое. Посмотрите обязательно по этой функции видеообзор. Вот. Ну и если вы еще вдруг не зарегистрируетесь на этой бирже, то поставьте на паузу это видео, прокрутите вниз и вы найдете ссылки на лучшие биржи. Femix, первая ссылка. Регистрируйтесь по ней и присоединяйтесь к нашему крышностному трейдингу. Это сказано. Теперь давайте к графикам. Что я еще раз говорю? Что если биток сейчас начнет пампить, альты тоже начнут пампить, но начнут пампить медленнее, чем биток, соответственно мы увидим памп доминации. Скажем так, сейчас я вижу это как наиболее вероятный сценарий. Опять же у нас тут и по индикаторам тоже мы видим. Вот зеленая точка на сайфере. RSI вроде как только-только развернулся в рост, поэтому смотрим за стокастиком, когда он начнет заворачиваться, может быть начаться коррекция, но пока все говорит за рост доминации. Так что в моменте в альтах наверное сидеть страшнее, чем в битке. С другой стороны, сейчас если все посыпется к доллару, альты также могут медленнее начать падать к доллару. И опять же вспомните дэш на днях, чего он вытворил. Вон мы видим какие зеленые объемы по нему зашли. Зеленая точка прямо здесь внутри красной волны. Все разворачивается. Если вы посмотрите на дэш, то у него реально очень серьезная разворотная тень была. Вот этой вот свечой, вот здесь вот, за эту часовую свечку, даже получасовую, дэш к биткоину сходил на 60%. Чуваки, за полчаса на 60%. Что говорит о том, что ликвидность сейчас такая низкая в альтах к биткоину, особенно вот к таким малокапитализированным, что могут очень легко выстричь всех. Допустим, если вы сидите в биткоине и шортите сейчас дэш, то вас вот тут выстричили на 60%, понимаете? Вот о чем еще речь. Поэтому, да, давайте, как я обещал, взглянем сегодня еще на лайткоин и на зекэш. По лайткоину тоже жду рост, конечно же, потому что посмотрите, ну, что тут скажешь? Лайткоин опустили к доллару на 75%, так же, как и большинство альтов сейчас. Это связано исключительно с тем, что отключились майнеры китайские, отключились где-то на 50%, и начался эффект домино. Посыпались другие, маленькие майнеры стали отключаться, стало невыгодно майнить. В целом это все рисуется заходной на следующий лонг, это надо понимать. Вот, давление продавцов ослабевает, давление покупателей сейчас появится. То есть, когда последний продавец продаст, никто не будет продавать, и рынок резко улетает в космос. Понимаете? Откуда вот такие свечи берутся пампы, вы знаете? Когда все уже продали и никого нет в монете, она тут же начинает тузамунить, и все снова покупают ее, но уже вот там. Понимаете? Это классика рынка, не только крипто. Вот, поэтому по лайткоину мой прогноз бычий, что можно сказать? Здесь похоже на двойное или уже тройное одно с медвежьей ловушкой. Вот это, в принципе, было похоже на двойное одно с медвежьей ловушкой, но оно не зато замунило. Значит, вот у нас тройное одно с медвежьей ловушкой. Можно по-разному это разрисовать, можно сказать, что это такие голова и плечи. Но я эти паттерны не очень люблю, я просто вам говорю, что это в целом наверх. Может быть, еще через низ, но вероятности этого уже крайне мала, поэтому в целом добирать среднесрочно на споте уже точно надо, потому что, ну, актив, который только что был 400, сейчас по 120, ну, это только дурак не подбирает. Лайткоин, биткоин. Еще более интересная тема. Посмотрите, здесь гигантский падающий клин на самом деле. Внутри еще большего гигантского падающего клина. Как и по дэшу, кстати, и по многим монетам. Если вы вот так недельки включите, то вы увидите, что вот это все гигантский падающий клин. Но другой вопрос, что это можно рассмотреть еще как нисходящий треугольник. И если падающий клин по теханализу пробивается наверх, обычно очень-очень сильно, да, куда-нибудь вот сюда, на вершину клина, то есть лайткоин может дать сейчас там в районе 10 иксов к биткоину, то нисходящий треугольник обычно пробивается вниз. Поэтому смотрите сами, как что это. Но, опять же, нисходящий треугольник, если по теханализу, то его цель будет куда-то на минус миллион сатоши. Поэтому не думаю я так, ребята. Лайткоин исторически очень хорошо пампа-дампл. Посмотрите, к биткоину он всегда ходил вот так вот, плюс-минус в одну и ту же часть. Но последнее время вот он перестал так ходить и более длительное накопление идет, как вот здесь. То есть я думаю, что это по-любому выстрелит очень сильно к биткоину. Другой вопрос, когда и докуда. Но, опять же, вот посмотрите на лайт, а теперь взгляните одним глазком на Dodge BTC. Dodge BTC ни в коем случае не рекомендую сейчас покупать. Вот. Посмотрите, что было с Dodge BTC. Ничего вам не напоминает? Чистый лайт. Вот посмотрите, чистый лайт. Причем потом долго-долго мы вот засиделись ниже, в 20-м. И потом смотрите, бамс, тузамун на верхнюю границу. Вот как я вам говорю, то есть лайткоин сейчас вот здесь. Тузамун по-любому сюда на 15 иксов. Здесь все распродались и бамс, тузамун еще на 10 иксов. Врубаетесь. Поэтому сейчас так может быть с любой монетой. С BNB точно так же было. Он когда улетел вот сюда на первые 10 иксов, никто не поверил, он улетел еще на 10 иксов. Поэтому лайткоин, конечно же, лонг в долгую. Тут вообще без вопросов. Zcash. Меня просили. Давайте глянем Zcash. Zcash выглядит отвратительно. Отвратительно выглядит Zcash, но это же и хорошо для тех, кто набирает позу. То есть, посмотрите, Zcash явное накопление. Идет здесь уже второй год накопления. Похоже на Dash выглядит, но даже еще хуже. Тут даже намеков на разворот еще не было. Но Zcash, еще раз говорю, я лично не люблю, не торгую. Я на Zcash прокатился только один раз. Когда вот его дампили, когда он попал на биржу, я много раз это рассказывал, на полониксе его залистили, там было всего несколько монет, их без примайна залистили. Поэтому-то, собственно, он так и был высоко. Он стоил там несколько битков. И он падал, 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 потому что его майнили. Каждые там полчаса или сколько находили блок и находили несколько новых монет. Их ценность падала, каждый раз вдвое складывалась. И вот его дадампили до пары лям в Сатоши. И я вот на этом отскоке срубил. Я вот здесь внизу в самого купил и вот здесь продал тогда. Ну, по 10, по 15 лям в Сатоши. По 2, по 3 купил и по 15 продал, по 10. Но это был краткосрочный трейд. Вот и весь мой Zcash. А потом я его ходлил, конечно, вот здесь и что-то на этом потерял даже. Просто я вышел, потому что... Ну, его нафиг. Не люблю я Zcash, но чисто технически... Чисто технически он может очень неплохо за тузымунить. Вот. Но к битку пока не видно разворота. К доллару... К доллару мы видели вот здесь разворот. Достаточно уверенный разворот. И Zcash сходил на 300 с чем-то и упал еще не... Ну, в принципе, он выглядит так же. Манифлоу зеленый. Все еще. Но приближается уже к красному на недельке. Сахастик в перепроданности лежит. В общем, сигналы двоякие. Пока сигнала на покупку нет, но, конечно же, он дешево относительно своих предыдущих высот. Он очень дешево. То есть, в ходу, в принципе, портфель можно рассматривать Zecu. Эфирчик. Эфирчик, конечно, жжет по полной. И в целом мне не очень нравится вот эта вот формация резкого разворота, как у него... Как он нарисовал вот эту вот лопающуюся вершину. Она, конечно, напоминает все вот эти вот лопающиеся вершины конца бычьих рынков. Но, на самом деле, если вы посмотрите сюда, то посмотрите, здесь у нас тоже эфирчик рисовал лопающуюся вершину внутри бычьего рынка. В 2017 году эфирчик отпадал. Тоже на 70%. Но после этого бодро развернулся и полетел. Поэтому похоже, что эфир, конечно... Вот не знаю, двоякое ощущение. С одной стороны, похоже, что все, он отлетался уже в этом цикле. Ну, как до осени, может, хотя бы, или до зимы. И еще ниже сейчас пойдет. С другой же стороны, может быть, все что угодно, он может сейчас вот так вот сделать, как там, и поджаться, и пробить эти хаи. Ничего поэтому по эфиру не скажу. По эфиру к битку могу сказать, что да, выглядит он пока еще сильно. Пока еще сильно выглядит. Рисую здесь вот этот флаг или что это, и будем смотреть, куда это пробьется. И так и торговать уже. Но по битку, на самом деле, смотрится в отскок. Соответственно, альткоины тоже, как я сказал, идут в отскок, но, возможно, чуть медленнее, чем биток, судя по тому, что я сейчас вижу. И вот в моменте, да, мы видим, что откупают все просадки. Биток растет. Какие выбрать альткоины? Вы можете пощелкать, покрутить альткоин сезон индекс, посмотреть за 90 дней, какие альты просели, вот, по отношению к битку. Мы видим, что AXS не надо сейчас покупать, потому что он вон, как запамплен. И фирклассик не надо, наверное, покупать относительно иматик, потому что они выше вот этих всех. То есть, грубо говоря, вот эти все альты, включая сам биток, более сейчас дешевые, чем вот эти. Но, смотря кто, если вы по тренду встаете в моменте, может быть, вам наоборот надо брать вот эти зеленые альты, которые летят. Я встаю среднесрочно, вон, за 30 дней мы видим, что AXS я лично, моя стратегия, точно брать не буду. И вот эти все. Скорее, по чуть-чуть, ну, и TC вот чуть-чуть взял. Скорее я буду брать вот эти альты, которые в просадке. BCH, XRP, TRX и так далее. Ну, не финансовый совет, конечно, но вот. А если смотреть за год, то в просадке вообще всего три вот по отношению к биткои. Это Tezos, Crypto.com и BSW. На BSW тоже я сейчас чисто спекулятивно ставлю, потому что Craig Wright выиграл суд, что он Сатоши Накамото и запретил Bitcoin.org в Англии, нельзя скачать клиент. Короче, какая-то полная жесть. Я считаю, что он мудак, и так поступать нельзя. Лже Сатоши называть себя. Регистрировать на себя права на то, на что просто никто не зарегистрировал до тебя. Но, тем не менее, пока я это записываю, все, рынок растет, поэтому что тут скажешь? Все, что и требовалось доказать. Рынок растет, лонги в плюсе, отскок хороший, отскок Сатоши. Отскок в плюс, последующий рост. Кто торгует Dash, к сожалению, пока на Femex и Bybit его нету, но ждем, когда добавят, поэтому торгуйте Dash на Binance или на Ascendex, или на FTX еще, где он есть. Напишите в комментарии, кстати, на каких биржах вы торгуете, какие монетки вы торгуете, какие в следующий раз посмотреть. Верите ли вы в долгосрочный лонг или в шорт? Какой у вас прогноз цены битка и альткоинов? В общем, такой вот сегодня обзор. А с вами был Фил Лаун, Жегрини, это канал Crypto Commons. С вас подписки, лайки. С нас следующее видео. Спасибо, что смотрели. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok